Всем самый огромный привет, мои дорогие. Добро пожаловать в новый влог. И этот влог у нас с вами начинается сразу же с продуктивного и интересного. Покупки для дома. Тема, которую я давно уже хотела с вами поднять, рассказать вам очень много всего. Здесь будут покупки для кухни, какие-то приспособления, чтобы сделать мою жизнь комфортнее, что-то очень красивое, свечи, про стол я вам еще не рассказывала, новое постельное белье. В общем, очень много всего. Я думаю, что это будет интересно, поэтому не переключайтесь и поехали. Давайте начнем, наверное, с покупок для кухни. То, что я как раз унесла с собой из Кюхенленда, когда была там последний раз. Рассказывала уже в запрещенной сети и в Телеграм, по-моему, рассказывала, что я ушла в этот раз с новым электрическим штопором. Наконец-то! Вы знаете, что я огромный фанат вина, но я еще и огромный фанат таких вот гаджетов, которые способны упростить мне жизнь. Это не самый дешевый, но и не самый дорогой вариант. Я взяла чуть дороже версию, чем была у меня в прошлый раз. В прошлый штопор у меня сломался. И я вот, по-моему, год жила без него. Решила, наконец-таки, взять себе такую штуку. И прелесть в том, что здесь встроена вот такая крышечка, которая позволяет обрезать фольгу на бутылке. То есть именно она ровненько эту фольгу срезает. И затем вы спокойно, легким нажатием руки, открываете свою бутылку. Просто вниз нажимаете, и до конца прекрасно здесь все открывается. Роскошная вещь, совершенно не замороченная. Я очень люблю такие штуки, которые помогают действительно жить с комфортом. Была у меня шутка, что электрический штопор появился, электрическая зажигалка для свечей появилась. Вроде как бы из личной жизни вопрос совершен. Но действительно огромная прелесть в том, что это не требует никаких усилий, и это просто приятно в использовании. Не знаю, как вам это объяснить, но вот тот момент, что кто-то за тебя открывает эту прекрасную бутылку вина, это очень приятно. Так что да, буду пользоваться. В Кюхенленде, кстати, и первый свой тоже покупала. И второй решила брать там же. Он не на зарядке, он работает именно на батарейке. И чтобы каким-то образом попасть в единый стиль, я взяла из, я так понимаю, что это такая же коллекция, потому что цвет точно такой же, мельницу для перца тоже в Кюхенленде. И чтобы не заморачиваться и не брать две штуки, я взяла одну такую, которая делится на две части для соли и для перца. В моем случае это, скорее всего, будет для черного перца и для чили измельченного, который можно еще тоже намолоть себе в тарелку. Очень удобная, она механическая, она не автоматическая. И в целом я тоже... Ой, выпадает крышка. И в целом, вот, я тоже ею довольна. Выглядит очень симпатично, мне кажется, к кухне моей прекрасно вписывается. И вместе со штопором я планирую вот в ту золотую корзинку их поставить. Они будут очень даже эстетично смотреться. Все мельнички, которые я покупала, у меня были как раз из Кюхенленд, потому что там цена-качество. Я посмотрела мельнички в Стокмане, Пежо, по-моему, что-то они такие дорогие. За одну штуку 8 тысяч я как-то не готова. А это стоило что-то около двух тысяч. И при этом здесь сразу же два в одном. В общем, посмотрю. Потом в процессе эксплуатации буду вам, наверное, рассказывать, как она у меня не переломалась ли. Но пока что все такие гаджеты для кухни, которые у меня были из Кюхенленда, мне нравились. Они меня радовали, кроме форм для запекания. Это отдельная история. Они порой могут треснуть, даже находясь просто в духовке. Что еще не смогла не купить? Огоньки для детской комнаты. Мне очень хотелось украсить кроватку детскую огоньками уже сейчас, чтобы не было такой пасмурности, чтобы по вечерам зажигать эти огоньки, чтобы как-то у меня ребеночку было повеселее. И я взяла за две с половиной тысячи огоньки на такой проволочке. То есть там не просто гирлянда, которая вот просто шнур-шнур, а там вот что-то такое гибкое, чем очень легко обмотать, что бы то ни было, в моем случае, детскую кроватку. На самом деле, даже если в елку вплетать эту гирлянду, она будет очень красивая. Во-первых, смотри, она действительно красивая. Во-вторых, она будет очень удобно насаживаться на вот эти вот веточки. Я даже подумываю, возможно, в этом году я заменю гирлянду, которая у меня прежняя, старенькая, на елке, и возьму как раз новую в Кихенленде. Потому что мне она, ну, безумно понравилась. И в целом за две с половиной тысячи, учитывая, насколько она качественная, мне кажется, это того стоит. Причем там очень много вариантов. Там есть цветные. Я взяла именно золотую, потому что я не люблю цветные огоньки. И она прекрасно туда вписалась, прекрасно там смотрится. Радует глаз, на самом деле, и мне, и ребенку. Конечно, такое постельное белье никогда не будет стоить дешево. Вы это должны понимать. Потому что сделать белье такого качества – это не так просто. Это действительно дорогое удовольствие. И они делают очень минималистичные, красивые комплекты. Настолько изысканные, настолько выполненные со вкусом. Наконец-то я его открываю полностью. Давайте начнем с конвертика. Ой, так интересно. Вот этого я не видела. Это виды ткани, которые есть у бренда. То есть вы можете потом второй комплект составить или подобрать из тех вариантов, которые здесь предложены. Посмотрите, какая красота. У меня, кстати, в комплекте замиксованы два оттенка. Я специально заказывала такой комплект, который будет сочетать в себе два цвета. Это просто... Боже, смотрите, какие красивые лавандовые оттенки. Просто посмотрите, какая это красота. И они так переливаются. Боже мой. Просто роскошно. Это очень красиво. Я очень внимательна к мелочам. И тут еще руководство по уходу. Это просто что-то бесподобное. И про сам комплект. Здесь у меня сочетаются, как я уже сказала, два оттенка. Более темный и более светлый. Я выбрала постельное белье в таких кофейных тонах. Таких, знаете, мокко с небольшой розовинкой. Я сейчас буду застилать все это. Во-первых, я постираю, потом поглажу и покажу вам еще, как это смотрится на кровати. Но по ощущениям это просто что-то бесподобное. И у них настолько ровные, красивые швы. Просто шовчик к шовчику. Они все закрытые. Это очень дорого в исполнении. То есть сделано все просто настолько качественно. Обязательно заглядывайте, если вы находитесь в поисках идеального постельного белья. Я еще потом покажу вам момент с тем, как закрывается пододеяльник. Потому что это тоже большое значение имеет. Мне бы хотелось, чтобы вы это увидели. У меня здесь получается наволочки светлые и темные, чтобы их замиксовать. Пододеяльник и простый. Это очень красиво. Просто роскошное. Что еще важно сказать. Они изготавливают постельное белье по вашим индивидуальным запросам и меркам. Поэтому вам будет очень легко выбрать свой комплект. При этом изготавливают они достаточно быстро. Так что в целом заказать у них комплект и совершенно не переживать о том, подойдет ли он вам. Идеально под ваши размеры наволочек, одеяло, под ваш размер матраса. Именно то, что вам необходимо. Чтобы не подбирать его в магазине из каких-то уже созданных готовых вариантов. Поэтому это тоже огромная фишка бренда, которая для меня лично имеет большое значение. Обратите внимание, что все комплекты от бренда Веринсон изготавливаются из 100% хлопка. При этом этот хлопок настолько мягкий, настолько шелковистый, что он ощущается невероятно нежным. К остальным покупкам с вами переходим. Заказала античные длинные свечи 42 см. Они на Wildberries. Я заказывала такие уже много раз. Вы меня спрашивали, где их беру. Они то пропадают, то опять появляются. Заказывала, кстати, в спальню к оттенкам постельного белья. Вот здесь как раз-таки такой розоватый оттенок. Очень красиво будет смотреться. Они не текут, не плачут. Вот, кстати, вот эти в цвете Ivory у меня на фоне стоят. Это тоже они. Я заказала как раз три набора. И вот эти уже поставила. Цвет Ivory не буду советовать. Он какой-то желтоватый. В камере красивый выглядит, а в жизни не очень. И вот цвет какао. С ним тоже я немножечко промахнулась. В жизни он какой-то прям скучный. А вот этот розоватый очень красивый. Там много красивых оттенков. Просто в этот раз я, видимо, с выбором намудрила. Но качество их мне очень нравится. На Wildberries еще заказала набор кухонных принадлежностей. И стаканчик вам показываю, потому что он был в комплекте. Но я планирую от него избавиться, потому что я не выставляю все это на поверхность кухни. Я просто складываю, прячу это в ящик кухонный. Очень классно выполнены. Очень красивые. Очень эстетичные. На камере не знаю, как выглядят. Но на самом деле они тон в тон повторяют цвет моей кухни. И это сделано не специально. Поверьте, я просто заказывала какие-то серенькие. Потому что я переживала, что желтые будут краситься. Но я вот этой лопаткой недавно при помощи нее готовила соус. Вернее, мидии. Соус томатный. Который, по сути, по своей впитываемости очень термоядерный. И она не покрасилась. Очень мне нравится этот набор. Очень нравится вот этот вот венчик с короткой ручкой. Такой он прям компактненький, комфортный очень. Я в полном восторге от него. Прям да, классный. В общем, я довольна. Честно скажу. Хотя не ожидала. Потому что, по-моему, они даже тысячи рублей не стоили. Они какие-то супер бюджетные. Я знаю, что некоторые вообще заказывают такие варианты на Алиэкспресс. Но я никогда вообще ничего не заказывала на Алиэкспресс. Поэтому я такой скептик в этом плане. Вру. Я заказала недавно у них сережки впервые в своей жизни. И в целом все. Больше у меня заказов там не было. Поэтому выбрала все-таки на Wildberries. Еще в Wildberries заказала такие чайные свечи маленькие. Икеевских у нас все уже нет. Вернее, они есть не в Яндекс.Маркете. Они стоят очень дорого. 1200 за набор. Серьезно. За 400 рублей всегда их покупали раньше. Я заказала вот этот вот на АВБ за рублей 600, наверное. Мне кажется, неплохие. Здесь 100 штук. Просто очень необходимая для меня вещь. Икея долгожданная наша, незаменимая. Заказала я там тюль. По длине 3 метра. 3 на 3 они, по-моему. Да? Да, 3 на 3. Это Ревлумер. Я так понимаю, что это те, которые привезены вообще из-за рубежа. Потому что здесь на русском вообще ничего нет. Ни единого слова. Я так понимаю, что это просто привозят и продают. Заказывала на Wildberries. Но действительно Икея. Хочу отгладить и попробовать или Гошу в комнату, или в кухню. Но все-таки уже повесить. Потому что что-то мне не нравится жить без штор. Вернее, вроде бы и комфортно. Вроде бы ничего такого страшного. Но что-то уже как-то хочется. Поэтому да. Тем более они такие аккуратные, классные. Достаточно хорошо здесь сплетены нити. У меня в спальне в прошлой квартире висели вот эти вот шторы. Икеевские. Довольно продолжительное время. И я была в полном восторге. Поэтому да. Ничего плохого сказать не могу. И стоили они, кстати, недорого. 1200, по-моему, за одну штору. Вот я две взяла. Я думаю, что на одно окно мне как раз-таки хватит. Учитывая, что я хочу немножко их присборить. И уже на крючках повесить. И, наконец-то, про Ларри Дуд. Во-первых, стол мой новый. Это Ларри Дуд. Заказывала я его там. Он на трех ножках. И, по идее, он предполагается как стол для трех персон. Я это понимала. Но на самом деле четыре человека здесь тоже способны прекрасно поместиться. По крайней мере, у меня они прекрасно помещались. Он в диаметре 90. Я просто прекрасно понимала, что гости в моем случае – это явление. Оно есть, но оно редкое. И у меня гости – это никогда не про застолье. То есть это какая-нибудь легкая закуска. Посидеть, поговорить. Вино. Какая-нибудь нарезка. Порционные небольшие тарелочки. И в целом все. Потому что порой даже ко мне гости уже приходят с чем-то готовым. Мне даже готовить не приходится, потому что мне никогда времени нет на это. Он из дуба. Он очень прочный. В отличие даже от того, который был у меня на той квартире. Тот тоже был из такого достаточно прочного материала. Но он очень сильно царапался. И там легко оставлялись любые следы от чашки. В общем, все вот такие мелочи, они всегда были заметны. Прямо очень резко. А этот менее капризный. Я ставлю горячую чашку, и ничего с ним не происходит. Прочные металлические ножки. Он сам по себе достаточно тяжеленький. И с моими стульями он тоже прекрасно сочетается. В общем, я от него в полном восторге. Хотя изначально я выбирала между ним и столом с белой столешницей. Я вам еще картинку здесь оставлю. Тоже на Ларедут. На Ларедут все еще действует мой промокод. Поэтому пользуйтесь обязательно. По нему скидка выше, чем по базовым промокодам, которые представлены на сайте. Поэтому так вы закажете себе мебель или другие предметы для дома гораздо выгоднее. Всегда вам это напоминаю. И заказала две дорожки. Абсолютно одинаковые. Поэтому показываю только одну. Это дорожки, которые у меня предполагаемы вместо скатерти. Они из хлопка в таком бежевом цвете. И они очень красиво и эстетично смотрятся на столе. Мне они очень нравятся. Достаточно плотненькие. Одну я уже стелила. Сейчас убрала пока. Вторую вот отглажу и тоже с удовольствием постелю. Потому что первая у меня уже находится в стирке. Скатерть у меня есть. И в целом она такая более... Даже не скажу, что праздничная. Ну, наверное, да. Скорее для каких-то особенных событий. А на каждый день вот такую дорожку для добавления такой уютности к кухне, мне кажется, будет достаточно. Тем более она прекрасно сочетается, в общем, с тональностью моей кухни. И прекрасно она смотрится с той посудой, которая у меня имеется. В общем-то, я от нее вообще в восторге. Но стол – это моя отдельная любовь. Вы не представляете, как долго я искала себе обеденный стол. Тот самый, который мне подойдет по всем моим параметрам и запросам. Я хотела, чтобы он был небольшой. Я хотела, чтобы он находился именно под тем светильником, который у меня предполагаем над столом. Кстати, мне должны еще его немножечко опустить. И чтобы он смотрелся гармонично и с ламинатом, и со столешницей. Если это будет деревянная столешница, ну, что в итоге и получилось. И все вышло вот именно так, вот как я хотела, насколько я планировала. И мебель в Ларри Дуд просто обалденного качества. Я всегда ей доверяю на 200%. Поэтому, да, моя такая супер находка. С покупками для дома мы с вами закончили. А влог продолжается. Всем самое доброе утро. На часах почти 9 утра. И сегодня меня, видимо, погода решила порадовать. И дала мне немного света, чтобы я продолжила наш прекрасный влог. Тем более, день сегодня насыщенный, особенный и очень проведенный для себя. Сразу же немножечко обозначу, девчонки, для тех, кто пишет мне всякие гадости относительно того, что я не занимаюсь ничем, кроме самой себя. Поймите, пожалуйста, я снимаю 2% своей жизни. И вообще, женский блог, вот лично для меня, вот то, что я всегда смотрела, это про женские удовольствия. Даже когда девчонки снимают, например, процесс своей уборки, обратите внимание, очень мало кто снимает, как он моет полы. В основном мы говорим про разбор гардероба, про разбор туалетного столика, зеркальце протерла, красиво баночки расставила. Это про женские радости, про своего рода уборку, как медитацию. Для всего остального, для бытовых вещей есть отдельные блоги. Для занятий с детьми тоже есть отдельные блоги. Я ничего против них не имею, но я такой блог просто не веду. И если я провожу какой-то день, несколько дней во время влога для себя, или несколько часов во время влога для себя, это не значит, что из этого состоит вся моя жизнь. Просто примите это, пожалуйста, потому что я столько в последнее время получала каких-то абсолютно странных комментариев, которые содержали в себе просто такие слова, знаете, меня перекоробило все, когда я это читала. Но ладно, я навела там чистоту в своем личном пространстве. Просто решила не то, чтобы попытаться как-то оправдаться. Нет, просто объяснить для тех, кто, возможно, раньше не смотрел такие видео, и вот начал их смотреть, и просто не понимает, а что вообще происходит, а почему я живу не так. Просто жизнь в камере – это самые красивые моменты. Все остальное – быт, ребенок, работа, которой очень много – это не снимается. Это не снимабельно, потому что у всех этот быт есть, и я не хочу еще больше вас им загружать. У вас в своей жизни этого достаточно. Что касается сегодняшнего дня, в последнее время настолько много было задач, работы, я очень сильно устала, я себя просто по утрам еле-еле отрываю от подушки. Кстати говоря, про подушки у меня новое мое постельное белье постелено. И поверьте, это лучшее, на чем я когда-либо спала. Я просто в восторге от него. И я настолько как-то к нему вот так вот прижимаюсь. Оно такое нежненькое, такое прям шелковое, такое мягонькое, приятнейшее, невероятно. Так вот, еле-еле я себя действительно отрываю от подушки в последнее время, поэтому я решила сегодня отправиться в спа. И мы едем в Карелику. Это отель Hilton, экспофорум. Я была там уже летом с мамой, потом мы снова ездили с мамой, кажется. И вот сейчас я решила съездить туда с подругой, провести время немножечко для себя. И вообще день сегодня, на самом деле, будет посвящен в основном таким женским радостям. У меня, кстати, накопилось очень много косметики новой. Я хочу вам ее показать. Наверное, уже не сейчас, а когда я приеду из Hilton, потому что сейчас у меня времени особо не остается. Я вчера, кстати, покрасила волосы, и у меня настолько был большой контраст между волосами и лицом, что мне даже, несмотря на то, что я еду в спа, пришлось немножечко добавить тинта на губы, прорисовать межресничку и сделать брови, и складку века выделить, чтобы немножко быть хоть поярче как-то. Но на самом деле для меня это нормальная история. Когда я куда-то выезжаю, это не значит, что я еду совсем без макияжа. Мне проще потом мицелляркой все это смыть, когда я уже приеду непосредственно в спа-зону. Все-таки мне хочется, не знаю, для меня это такой особенный утренний ритуал, что-нибудь на себя намазать. Опять же, просто объясняю для тех, кто немножечко не понимает, что, как, куда и почему. Все, я буду собираться, и мы с вами выезжаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Просто среда, ничего необычного. Я, кстати, заметила, что мне хамам гораздо легче дается в плане переносимости, чем сауна. В сауне я столько высидеть не могу, а хамам – это для меня что-то, что просто лечит мою кожу. Если я прихожу с какими-то проблемами на коже, на бедрах, с какими-то ямочками, с апельсиновой коркой, которая начала проявляться, я ухожу из хамама без этих проблем и месяц просто про них не вспоминаю. Я не знаю, как это работает. Мы пришли в 11, здесь было очень много народу, и сейчас просто как будто бы тишина в бассейне. Ну, так, буквально несколько человек. В общем, самое яркое время – это, видимо, когда все просыпаются здесь в отеле, вот с 9 до 11, а дальше только вечер получается, потому что днем обычно все гуляют. Собрались две женщины, чтобы вычислять арканы друг друга. По 14-му числу мне сказано, что у меня умеренность. Сейчас мы будем второе число вычислять. У меня тут, оказывается, сидит башня с императором. Сейчас будем узнавать, кто у меня. Бывших посчитаем. 14-го мая. А год как был? 97-й. 1-9-9-7. Первая карта – умеренность. 14-й. Вторая – луна. Эмоциональная умеренность в эмоциях. Потому что луна – это эмоции. Людей, рожденных под картой луны, отвечают наблюдатель. Давайте немного про наши бьюти-женские темы. Покажу вам новинки косметики. И начнем мы с вами со средств для губ. Я думаю, вы все помните эти легендарные масла от Clorans. Они уходовые, плюс они очень тентующие. Они, на самом деле, невероятно красиво смотрятся на губах. И как раз-таки утром на мне было вот это вот масло. И они раньше были в другой упаковке. Но при этом у них был все тот же самый аппликатор. Просто потом Clorans, видимо, их перевыпустили. Я этот аппликатор просто обожаю. И вообще обожаю это средство. У меня было точно такое же масло от бренда Dior. И оно, вы знаете, такое, да и такое. Оно еще и с эффектом плампинга. То есть оно такое немного увеличивающее, охлаждающее. Но все равно это немножечко не то. Вот это средство мне всегда нравилось гораздо больше. И вообще Clorans для меня такой бренд очень женский. Очень про женственность. Очень про какую-то такую эстетичность. Про мама плюс дочка. Про сестринство. Про какую-то вот такую семейную историю. Не знаю почему. И мне всегда приятно покупать продукты от этого бренда. Заказывала на Ламода, потому что там было выгоднее. А я уже давно хотела себе купить этот плампер. И это не все, что я купила. Я купила себе новую помаду. Я выросла на ютубе, который когда-то был, принадлежал, вернее, Стане Анне и Лиза, 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 Лиза Онэйр. Девушка была прекрасная, которая жила в Америке. Сейчас, так понимаю, она переехала. И она уже не ведет свой блог. И я обожала просто этих двух потрясающих девушек. И я, когда начала смотреть на Ламода, какие-то помады себе, средства для губ. Мне очень хотелось что-то купить. Я искала по разным сайтам. И я наткнулась на новые версии помад от Clorance. То есть здесь совершенно другой уже футляр. Но это тот самый оттенок, насколько я помню, его любила именно Лиза. Но я могу ошибаться. Это оттенок Lilac Pink. Он был, по-моему, одним из любимых у нее. Сейчас впервые протестирую. Это, знаете, такой розовенький, нежный ваш цвет губ, только лучше. Оттенок просто роскошный. И не захотелось его купить. Не знаю, как дань вот этой памяти о вот этом времени, о своей юности. И причем, я так понимаю, что Clorance перевыпустили помады. И теперь, если я все правильно поняла, есть отдельная штучка, которая вставляется в этот футлярчик. То есть такой рефил. Когда у вас заканчивается помада, вы можете, не меняя футляр, просто поменять содержимое. Это, как по мне, очень-очень удобно. Потому что вам не нужно, во-первых, дополнительную денежку тратить. Ну и плюс это что-то более экологичное, на мой взгляд. Но футляр очень красивый. Мне очень нравится. Так, что еще у меня появилось? Новый блеск для губ Evo Mosaic в оттенке 26. И знаете, очень классные блески. Легкие, нелипкие. Очень такие, ну прям, ну прям чудесненький он такой. Полупрозрачный, такой маслянистый. Очень хорошо увлажняет. В общем, приятненький. Я действительно ими очень-очень довольна. Поэтому тоже могу советовать. Цена вопроса, конечно, гораздо дешевле, чем у Clorance. И что мне еще интересно удалось попробовать? Это бренд Giordino Magico. И это парфюмерный бренд, который создает свои собственные парфюмерные композиции. Изготавливает парфюмы. При этом у них есть линейки еще и уходовые средства для тела, для рук. То есть какие-то увлажняющие средства. Тоже интересные, тоже с приятнейшими ароматами. Сейчас про них тоже расскажу. Но самое первое, это, конечно, парфюм от бренда Giordino Magico. Он такой у меня в формате миниатюрки. Попробовала и решила вам сразу же рассказать. Потому что он очень глубокий, винный. Но сначала он раскрывается цитрусовыми. Мне кажется, там присутствует яркая табачная нота и немного земляники. Совершенно, знаете, такой многогранный аромат по своей, скажем так, по своему звучанию. Потому что я ощущаю по своей сложности, по своей, знаете, многогранности. Это скорее такая больше селективная история. То есть это аромат, который раскрывается абсолютно в несколько нот, в несколько аккордов. Ну, потрясающе он ощущается. Я долго выбирала на сайте, я смотрела разные их ароматы. И вот из новой коллекции Celedia Intense мне безумно понравилось. Если вы фанат фруктовых, ягодных, сочных ароматов, то этот вариант вам точно понравится. У меня миниатюрка, но мне теперь хочется полноразмерную версию. Что еще у меня здесь есть? Cherry Wood – это увлажняющий крем для рук. Кстати, безумно приятный. Я заказывала, чтобы его кинуть в сумочку. И чтобы он всегда был у меня, потому что я огромный фанат намазать лишний раз. Лишнего не бывает где-нибудь руки, потому что они мне постоянно пересыхают. Такой дорогой парфюмерный запах. Причем дает очень хорошее увлажнение. Он в формате 50 мл у меня. И что я еще заказала – это не блажь, а необходимость. Но на самом деле, да, я понимаю, что это отчасти блажь, но мне так сильно хотелось. Вкусный санитайзер для рук. Вот этот вот, как сказать, обеззараживающий спрей. Он настолько приятный. Очень удобно, что и антибактериальный спрей, и крем для рук удобно брать с собой. Плюс, конечно, такую миниатюру тоже очень удобно кинуть в сумочку. Кстати говоря, аромат очень шлейфовый, очень притягательный, насыщенный. И он прям стойкий. Причем, что на шерстяном свитере он хорошо держится, но и на коже он тоже прекрасно сохраняется. И у антибактериального спрея, я тоже не скажу, что аромат прям очень быстро улетучивается. Он такой, знаете, все равно остается. Когда вы руки, например, подносите к лицу, вот я грешу этим, я этот аромат прям ощущаю, ощущаю. Ммм, просто потрясающий. Я давно хотела себе антибактериальный спрей. Именно такой, знаете, интересный, чтобы он был с благородным ароматом, чтобы мне было приятно им пользоваться, чтобы вот каждое его использование просто приносило мне удовольствие. Ссылки на все, что я показала от Giordino Magico будут обязательно в описании под этим видео, поэтому заглядывайте. Однозначно рекомендую бренд Открытие лично для меня. Если кто-то что-то пробовал, то обязательно напишите мне, какой ваш любимый фаворит, потому что на самом деле бренд достаточно эстетичный. Я так поняла, что они существуют уже долгое время, и мне прямо интересно. Если чем-то пользовались, то расскажите. Что еще из таких открытий последнего времени? Увлажняющий крем от бренда Урияш. Причем не просто сам по себе, а в сочетании с сывороткой от бренда Урияш. У меня тут был определенный период, когда у меня кожа ушла в какое-то сумасшедшее раздражение. Я не знала, чем это побороть. И когда я взяла вот эти вот два средства в тандеме, они настолько мою кожу успокоили. У меня буквально за две ночи прошла вот эта вот гиперчувствительность. Возможно, я переборщила с кислотами. Я не знаю. Но я наносила эти средства затем утром и вечером в сочетании с сывороткой, а затем увлажняющий крем. И прям помогло. То есть, если у вас чувствительная кожа, склонная к раздражениям, или если вы переборщили с каким-то агрессивным уходом, девчонки, попробуйте. Вам точно должно понравиться. Это действительно стоит каждой потраченной копеечки. И вообще всего на свете я в полном восторге. Причем у меня есть вся линейка этого средства. У меня есть средства для губ, крем для рук, есть умывалка. И вот на сегодняшний день вот эти два главные фаворита. Я вам показывала уже в фаворитах средства для губ и крем для рук. Но если вот это я уже все-все показала, уже мы об этом поговорили, то про этот крем я не сказала вообще ни слова, потому что на тот момент я его просто не распробовала. А сейчас я понимаю, что это просто какая-то бомба. И следующее, про что я просто не могу вам не сказать, это маска очищающая от бренда Рише. Вы знаете, что я очень любила маску от Глэм Глоу, которую сейчас просто не достать. Когда она появляется, я, конечно же, сразу же ее хватаю, беру и бегу. Если у меня через Наташа получится заказать, я, конечно, закажу себе Глэм Глоу. Потому что это не сравнить с Глэм Глоу. Глэм Глоу – это действительно поход к косметологу. Но если просто нужно почистить кожу, почистить немного поры, то вот эта маска, она очень классно срабатывает. То есть она, да, она недорогая, она стоит 300 рублей. Это просто глина в сочетании с кислотами. То есть кислоты как раз-таки дают вот этот вот эффект очищения кожи лица. Причем от каких-то ненужных клеток, ороговевших. Плюс еще и споры не вытянут все, что вам не нужно. Она прям классная за свои деньги. И ни в коем случае это никакая не реклама. Ну, я действительно просто это советую, потому что она прям неплохая. И что я еще начала тестировать от бренда Ришен? Это тоник для роста волос. Пока за неделю использования, учитывая, что я только вчера покрасилась, я не могу вам сказать, что он дает рост волос, но он дает свежесть корням. Если у вас проблема быстро пачкающихся волос, и вам не хватает объема в течение дня, то можете попробовать, следствие действительно неплохое, чем-то напоминает тоник с розмарином от бренда Беледа, который я очень-очень любила. Буду пробовать, дальше расскажу вам как полет. Но пока могу советовать именно как такое освежающее средство. Я думаю, что учитывая вот этот эффект освежения, охлаждения, который дает это средство, вполне себе, возможно, волосы-то от него начнут прям расти. Можете попробовать. Я думаю, что это такой вопрос, знаете, не самый дорогой, поэтому да, можете потестировать. И еще раз скажу про ту палетку, которую я вам показывала уже даже в контексте макияжа. Кстати, не все видели макияж, потом вы будете спрашивать, Алена, а как вы делаете свой повседневный макияж? А я уже показывать не буду. Все, я уже показала вам формулу. Дальше делайте как хотите. Что касается этой палетки, которую мы с вами тестировали, я сейчас пользуюсь ею вообще каждый день. Я прям ее полюбила всем сердцем. Она действительно такая классная. Надеюсь, что они еще есть литуаль. Она и внешне такая прям симпатичная. Еще и ее содержание, это, конечно, что-то бесподобное. Все светлые оттенки идеально ложатся на подвижное веко и являются базой для вашего макияжа. Я имею в виду не ту базу, которая кремовая база, на которой тени держатся, а, скажем так, вот эту вот основу светлую. Все-таки у нас в первую очередь высветляется подвижный век. Как правило, в макияже далее наносится, например, уголок или стрелка и прорабатывается складка века. Так вот, эти светлые оттенки, они действительно здесь подобраны просто идеально. По поводу ярких. Они быстро достаточно блекнут. Или, возможно, я просто нанесла их чуть неправильно. Я все-таки сначала консилер сделала, а потом, в общем, решила поэкспериментировать. Возможно, если я нанесу их на базу, то они будут держаться куда лучше. Но фокус в том, что сама по себе она прям очень. Вот прям очень. И по качеству, и тени Нарс меня прям вдохновили. Я хочу сейчас себе купить еще несколько палеток. Их четырехцветных. Которые есть в Литуаль. И настолько они пигментированные, мерцающие, очень красивые. В общем, да. Яркие. Я просто должна еще немного лучше распробовать. Я уже собралась. Смотрю, сколько времени. И сейчас будет продолжение нашего прекрасного дня. Мы с Кариной, это моя подруга, с которой мы отправлялись в СПА, идем в ресторан Шенген. Он находится в центре. И мне кажется, что сегодня будет потрясающий вечер. У нас потом еще культурное мероприятие. Но туда я вас уже, скорее всего, не возьму. Потому что мне хочется этот момент как-то самой прожить. Но в ресторан поедем вместе. И я вам просто обязана показать свой образ. Потому что я в него влюблена. Но подробности об этом образе будут только в видео о покупках. Пожалуйста, умоляю, простите меня и потерпите. Я просто хочу немножечко потомить вас в ожидании. Ну, это так красиво. Я мечтала создать этот образ. Я даже картиночку вам сейчас где-нибудь вставлю, чтобы вы понимали, кем, чем я вдохновилась. И вот сегодня, да, я выхожу в нем в свет. Это безумно приятно. На мне, кстати, сейчас та самая помада. Clorance Lilac Pink. И я вспомнила, насколько это потрясающий оттенок. Вообще весь сегодняшний образ, макияж мне безумно нравится. Мне кажется, это связано с тем, что я действительно отдохнула. И с тем, что после спа все равно ты выглядишь немного по-другому. Мы сегодня даже с Кариной это обсуждали. Уходит лишняя водичка. Ты как-то преображаешься. У тебя лицо такое свежее, распаренное. Тебе даже тональный крем не нужен. В общем, да, я безумно довольна сегодня своим внешним видом. Сейчас показываю вам образ, и мы выдвигаемся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Удивительный вечер, когда собираются две женщины, одна из которых мне говорит У меня так давно не было интересных историй Я хочу, чтобы сегодня произошла какая-нибудь интересная история Да? Вечер будет интересный Я чувствую, что этот вечер будет невозможно увлекательным Дополненным интересными историями Я приехала в 12 Stories на конюшен И хочу посмотреть верхнюю одежду И в целом показать вам новинки бренда Давно я не приезжала с вами в 12 Stories Хотя на сайте я у них часто бываю Но хочется вживую потрогать Мне кажется, и вам тоже будет интересно Во-первых, когда зашла, сразу же увидела чебурашку Никогда раньше подобные модели, кстати, в 12 Stories не находила Но пару лет назад я примеряла их дубленку Еще, кстати, покажу вам на манекене И мне очень понравилось качество Я сейчас понимаю, что цена выросла, наверное, лазов 3 И я жалею, что я тогда ее не взяла Я сейчас подумываю, что если брать действительно какую-нибудь классную верхнюю одежду на зимний сезон То, наверное, стоит присмотреться Потому что они настолько добротные И качественные, и визуально они прям стильные Что я просто в восторге Но и шубка, на самом деле, тоже классная Мне кажется, она долго служить будет Такая прям тепленькая и пушистенькая И стильно смотрится Мне нравится Вот эти махеровые кардиганы У меня, кстати, такой в цвете цыпленка Мне он очень нравится И причем он очень деликатный Он не колючий Я его ношу едва ли не каждый день Ну, дома в основном Потому что сейчас под верхнюю одежду сложно его поместить Но вот такой Даже он чуть тоньше, чем мой желтый Очень классный, уютненький Говорила про дубленки Вот, посмотрите, в черном цвете Немного маскулинная она Выглядит как дубленка с папиного плеча Но красивая И мех такой прям, знаете, его трогать приятно Прям хорошенький, мне нравится Трикотажа много Трикотаж в Твол Столец я люблю Их бадлоны я покупаю с года в год По аксессуарам обуви, кстати, тоже большой выбор Мне очень нравятся их шапки, бини классические И они теперь в цвете лосося И в цвете горчицы И интересные, кстати, рукавицы появились Такие, как баллоневые Обуви тоже много Причем тоже прорезиненные И, мне кажется, на такую холодную нашу питерскую погоду Вообще идеальный вариант Вот эти шоперы замшевые Уже который год в Твол Столец Просто они их делают Ну, скажем так, в разном исполнении Они были более крупные Внутри с косметичкой И они очень комфортные Мне нравятся Есть серенькие, кстати, варианты аксессуаров Но они очень теплые У меня есть бежевый свитер Про который вы много спрашиваете Свитер как раз вот из этой коллекции Свитеров Кашемировых от Твол Столец Они очень классные Невероятно теплые Ни разу еще я в нем не замерзла Поэтому обязательно присмотритесь Единственный момент, да, по стоимости Они прям не самые дешевые 39,980, да Свитеры с косами базовые Если вы еще косом не охладели То здесь они наиприятнейшие На самом деле базовая история Просто это больше про такую уютность Мне кажется, чем простые Не фактурные трикотажные джемперы Все-таки эти более такие зимние Более одомашненные Ну, красиво выглядит Насколько я помню На сайте Твол Столец были костюмы Но я могу ошибаться Где были брюки И как раз такие джемперы Свитеры Пуховики, кстати Очень классные В длине миди В таком цвете Не то сером Не то серебряном Таком очень приятном На самом деле оттенке И тактильно он безумно приятный Такой мягонький-мягонький Достаточно теплый должен быть Вообще Пуховики в Твол Столец Обычно Не подводят В плане тепла Очень красивый цвет Бадлона Для блондинок Мне кажется Очень комплиментарный Серый свитер Мне тоже нравится Ну, базового трикотажа Как я уже сказала Прям много Поэтому за ним В Твол Столец Можно смело идти Вообще Очень люблю Наконюшенный Твол Столец Такой эстетичный Он всегда Такие пуховики Абсолютно мой вариант Они как будто Тканевые И Настолько дорого Ощущаются Я видела В начале осени Жилеты Такие вот Твол Столец Я еще тогда хотела Себе купить Почему-то не купила Есть еще такие Дубленки Бомберы Шоколадные Тоже видела По-моему Еще несколько сезонов Назад Но сейчас Они их Видимо Переделали Потому что Там они были Двуцветные Тоже красиво Смотрятся Но я бы выбрала Наверное Все-таки Вариант По колено Чтобы он Больше согревал Хотя симпатичные Еще вот эти Есть Вот такие Мне нравятся Как дубленка Жакет С таким аккуратным Воротничком Тоже история Про Брюки И джинсы Скорее Потому что Иначе будет Не согреться Но красиво Мне нравится И на сайте Я видела Вот это платье Я так понимаю Это натуральный шелк Здесь такие красивые Воланы Очень подиумные Я бы даже Примерила Такое Немножечко Платье Наденьки Для нового года Но в Современном Прочтении И мне нравится Цвет Может быть И правда Его примерить Красивое Очень красивое Такой цвет Припыленный Чайной розы Картикан Это все База 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 Обожаемые Ботиночки В стиле Лора Пьяно Тоже Очень красивые Здесь Я примеряла Их уже В Толст Торис Возможно Если захочу Свои обновить Возьму Как раз здесь Потому что Очень приятный Оттенок И мне нравится Это замшевая сумка Такой Минималистичный Крупный Багет Наверное Так Красиво Подосенние Аутфиты С Эко-шубой С Бальтом Красиво Посмотрелось Мне нравится Новый оттенок Появился Такой Фисташковый Приглушенный Тоже Очень спокойно Красиво Выглядит Кстати Сумка Есть в шоколадном Оттенке Есть в черном И та И та Очень красивая Я вот думаю Все-таки Может быть Примелись Вот это Платье Не полениться И вот Еще Интересное Платье Воротник Стойкой Очень красивый Оттенок Немного Уходящий Тоже В какую-то Чайную Розу Абсолютно Лаконичная Но при этом Она должна Очень здорово Вписаться В базовый Гардероб С Сапогами Трубами С Ботфортами Она будет Классно Смотреться На плоском Ходу На каблуке Мне нравится Очень приятный Базовый Джемпер Вот я Такие Как раз Покупаю Всегда В 12 Stories У меня Уже Не один Такой Потом Они Носятся Не знаю Мне кажется Десятилетиями Я еще Внучке Потом Оставлю Увидела Сейчас Практически В готовом Образе С пальто Свитер Интересный С кожаными Элементами Все еще Мы носим Вот эту Горловину На молнии Такие Папины Свитеры Немного В стиле 90-х Начало Нулевых И здесь Вот с этим Кожаным Кантом Это вообще Выглядит Супер Интересно Особенно Учитывая Что это Такой Все-таки Контраст Серого И коричневого Мне нравится Не очень Большой Ворот Кстати Такая Небольшая Стоечка Комфортно Должен Носиться Мне очень Понравилось Особенно Учитывая Что там Еще Футболка Выглядывает Такая Многослойность Интересная Создается Я даже Не знаю С чего Начать С платья Или с того Что в Примерочные Слишком Красиво Я думала Что Примерочные Только У входа И сюда Никогда Раньше Не проходило Возможно Они тут Были еще Не доделаны И примеряю Это платье Немного В стиле Мама Моя Надя Приехала Почему-то Сразу же Вспомнилось Платье Наденьки Из Ронья Судьбы Настолько Оно Дорого Ощущается Оно и стоит Конечно Недешево Но оно Такое Роскошное Абсолютно Мой стиль На мой взгляд Красивое Эти воланы Просто волшебные Не показываю Ноги Потому что Я в носках Но Мне это платье Посередину Икры И здесь есть Такая Комбинация Внутренняя И что удобно Она отдельно То есть Вы можете Сделать так Чтобы это Платье Вообще Было Полупрозрачным И эту Комбинацию Не надевать В деталях Оно Просто Потрясающее Я увидела Здесь Свои Бибас Свою Бибас И я Тогда Когда Свою Покупала Я выбирала Долго Между Вот этой Вот И Классической Черной Выбрала Все-таки Классическую Черную Хотя Вот Это Мне тоже Определенно Взгляд Притягивает Мне очень нравятся Текстильные Версии Жакмю Не было Какое-то Время А сейчас Появились Кстати Вот Моя Белая Посмотри Сколько Она Мне кажется Что Гораздо Дороже Чем Я покупала Мы Тогда С Наташей Заказывали По-моему За Что-то Пятьдесят Она Мне Вышла Несколько Это Я не помню Ну вот Эти Мне нравятся Черные Багеты С Кружочком И еще Мне нравится Их Новая Красная Она Лаковая Помнишь Я даже Хотела Она Очень Красивая В Мыслях Да Вот Этот Бренд Мне Нравится Они Очень Интересные Геометричные Мы По-моему Летом Да Еще Смотрели А еще Смотри Какой Цилиндр Интересный Он Гафрой Очень Класс Да И причем У меня Нет Ни одной Коньячной Сумки Да У меня Есть Летняя Но там Только Элемент Такой А мне Хочется Чего-то Более Вот Это Интересное Более Вместительное Кстати Вот Это Да Вот Ими цветами Я Вложилась В сумку Грамотно Когда-то Спасибо Большое В общем Жак-Мю В ЦУМе Не берем 107 А я За сколько Покупала Да Да нет Дешевле Она стоила Смотри Какие Просто Под винтаж А Вот эти Редикюли Мне кажется Я где-то Их Видела Но Они Интересные Да Они Интересные Вот Эта С ручкой Мне больше Нравится Потому что Она Удобнее Вот Эти Я бы Не смогла Носить Да Чем-то Напоминает Которые Кладшие Ну Ну Вот Такие Для Меня Прям Неудобно То Есть Мне Все Равно Нужна Какая-то Ручка Смотрите Какие Очаровательные Багеты И Мне Очень Нравится Этот Бренд Я Уже В Который Раз Засматриваюсь На Него И Вот Сейчас Новинки 56 57 000 Ну Она Классная Она Выглядит На 57 000 Откровенно Легкая Да Легкая Это Хорошо Потому Что Мейбальман Можно Убить Ее Носишь Ощущение Что Она Полная Бренд Который Я Очень Люблю Французский LM Для Меня Он Так Ж Любим Как И Юзефи И У Них Очень Классные Сумки Когда То В Одном Из Видео Я Снимала Помню Видео О Мидл Сегменте Сумок И Я Вам Про LM Рассказывала И Сумки Это То Благодаря Чему Они Стали Вообще Известны Вот На Эту Я Когда Ты Засматривалась Которая Коньячная В черном Цвете Она Мне Очень Нравилась С Блестками С Стразами Да Да С Блестками Стразами Сейчас Очень Много Всего Интересного Я Смотрю Байфар Это Байфар Металлизированная Золотая Супер Классно Выглядит Байфар Тут Много Мягкая Вместительная На Каждый День Классный Вариант Вот Эта Модель Мне Очень Нравится С Двумя Отделениями Это Не Очень Практично Но Выглядит Она Интересно Моти Мои Любимые Крупные Я Кстати Свою Продала Что Нет 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 А вот Юзефи Новинки Да 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 Смотрите Какие Интересные Модели У них Появились Ну Вы Знаете Как Я Люблю Бренд Юзефи Какие Они Красивые Вот Это Мягкое Мне Нравится Моти Они Доработали Вот Эти Небольшие Сейчас С Дополнительными Такими Элементами Раньше Они Были Совсем Другие Вот Эти Аккуратные Багетики Такие Мне Нравятся И в Замше И в Коже Причем Мне Нравится Вариант Замше Моти Крупная В Замше Мне Очень Нравится И Нравится Вот Эта Вот Небольшая Мягкая Тоже Тоже В Замше Красиво Она Смотрится И Это Более Привычные Модели Которые У меня Есть И Были Тоже Я Все Еще С Удовольствием Ношу Долорес Которая Сейчас Уже Вообще Носит Другое Название Ой И Металлизированный Вариант Появился Классный Прям Зеркальные Такие Смело Гораздо Ярче Даже Смотрятся Чем Байфар Но Вот Эти Крупные Они Супер Вместительные Удобные На самом деле Несмотря На То Что У Них Такая Оригинальная Форма Такой Формат Неоднозначный Они Правда Удобные Нет У меня Вот Эта Да Но Вот Эти Мне Нравятся Я бы Хотела Себе Такую Надо Подумать Я Хочу Себе Сумку На Новый Год Хочу Себе Да Хочу Хочу Что-то Интересное Я Уже Думаю Про Новый Год Понимаешь Все У меня Уже Я Скоро Ёлка Будет Наряжена Пойдем В парфюмы Я Кстати Не Очень Люблю Их Флёр Молоко Мне Кажется Там Ладана Много Давай Фиолет Вы Как Убер Давай Давай Рехап Мне очень понравился Подожди Стой Вот этот Дай На тебя Вот этот Мне очень понравился И сверху А все Он подписан А да Все Вот этот Просто роскошный Он Сладковатый Неприторный Ой Слушай Я на все Байредо Очень приятный Байредо Что-то Байредо Напоминает Да Психодели клап Тоже немного Бакара Кстати У меня тоже Они все эти Сейчас Четвёртая Ну вот этот Просто Ой Кожа Плесняшка Ой Он приятный Мне нравится Вот эта чистая кожа Кстати Похож на Знаешь на что похоже На Дир Поли Который меняет Вильгельма Вот этот Роскошный И Ари Хаб Тоже роскошный Ещё раз хочу На У меня здесь Пшик Аня всё хочет Кассиопею А я понимаю Что вот всё Что связано С оцианой У меня вызывает Какой-то просто Странный Странный гнев Я не знаю У меня абсолютно Объязивное отношение Видимо с этим брендом Потому что после Спирита Фиорентина Я ничего не могу ощущать Нет Тебе не понравится Ну Она заранее знает Что мне это просто Уже не понравится У меня первая мысль Сейчас я Отцелу Причём я летом ходила От каждой второй Был аромат Бакары Бакары Я не понимала Ребят Плюс 25 Камон Какая бакара Сейчас я тебе покажу Солу Короче Терензи давать Ты купишь себе Специально Терензи И будешь меня Объюзить В общем С фаворитами Мы определились Водка Онзерок Это просто Несменный Мой фаворит Обожаю Интоксикейтед У меня уже есть Обожаю Блэк Фантом Больше для тех Кто любит Интоксикейтед Потому что Есть небольшое Созвучие И Бэк Ту Блэк Для тех Кто очень любит Мёд Это прям Я И у меня Ещё Сумасшедшая Любовь К Тэн Тэн Где они Клав Но здесь Я почему-то Их не вижу Не вижу Да И вот Лав Мне Сумасшедшно Нравится Своим Привкусом Маршмеллоу Сейчас Увидела Что в ДЛТ Появились Мои любимые Жиробом Гозу Здесь есть И Флора Флора Это вторые Которые я хотела Гозу у меня Уже есть Рыженькие Фиалки Теперь у меня Мысли По поводу Флора Всё-таки Появились Не знаю Можно ли Здесь Послушать Но купить Точно Можно Они Роскошные Это Самые Стойкие Вообще Ароматы Которые у меня Когда-либо Были Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok